Лагерь Райханли в провинции Хатай на юге Турции стал своего рода перевалочным пунктом для сирийских беженцев. Он расположен практически на границе. Сюда стекаются тысячи сирийцев, которых затем распределяют по другим лагерям. В самом Райханли проживает около 400 человек. Часто приходят и повстанцы из свободной сирийской армии навестить свои семьи. Многие отказываются говорить перед камерой и не очень-то верят в то, что план спецпосланника ООН Илла Кофянана сработает. «Международное сообщество настроено оптимистично, потому что насилие прекратилось», говорит один из беженцев, не пожелавший назвать своё имя. Но план Анана – это не только прекращение огня, но и вывод сирийских войск и танков из городов. А это ещё не сделано. Просто вот уже несколько часов, как прекратилась стрельба. Мы бы хотели, чтобы Анан добился большего от таких стран, как Иран и Китай, которые, как мы считаем, поддерживают режим Башара Асада вместе с Россией из Хезболлах. Более 7300 сирийских беженцев приняла турецкая провинция Хатай. Главная тема разговора в лагерях – план спецпосланника ООН об урегулировании конфликта в их стране. Люди хотят, чтобы этот план сработал, тогда не смогут вернуться домой. А пока число сирийских беженцев в Турции продолжает расти. Наш корреспондент Мустафа Бак передаёт сирийско-турецкой границе. «Несмотря на то, что сирийские власти и оппозиции соблюдают перемирие, но, как вы видите, беженцы из Сирии продолжают переправляться по эту сторону границы».